друзья всем привет давненько мы с вами не говорили о рынках и так два слова о них окаянных записываю сейчас это видео в среду сейчас ровно 16.30 то есть открываются рынки 16.30 по москве и так несмотря на ужас ужас а именно стремительный рост dx в мире то есть стремительный рост доллара относительно всех валют несмотря на жуткий энергетический коллапс который происходит сегодня в европе тем не менее рынки не хотят падать в чем причина причина банальная знаете последнее время у меня возникает ощущение что чем хуже тем лучше почему а по той простой причине что понимаете если в экономике будет достаточно все плохо американской значит не будут агрессивно поднимать ставку значит не будут делать то самую программу qt то есть количество ужесточения или по крайней мере замедлят как-то короче говоря будет все несколько оптимистичнее по крайней мере действия фрс рынке они весьма циничные именно так они реагируют поэтому знаете вот всех напугали хорошо многие залезли в шарты я по-прежнему полагаю что у рынков поскольку они удержали технически очень важный уровень по сэнпи 3750 скорее всего рынках есть неплохой потенциал вырастет до 4 400 а если пробьют все уровни сопротивления извините что я в терминах технического анализа говорю но это сейчас важно тем не менее рынке действительно достаточно как ни странно предсказуемое то хотя какой черт они предсказуемые вот так вот я думаю что есть шанс дойти до 400 а может быть даже 4 300 что делаю я настоящий момент ну во первых слежу внимательно за ситуацией держу длинную позицию не скрою еще немножко нарастил ее покупал на откатах и ки 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 и этот самый урти и так далее то есть все эти тройные тифы добирал акции нефтянку и другие бумаги вот а в настоящий момент просто жду поскольку все эти бумажки они в общем-то на левериджа имеется ввиду что это тройные тифы на индекс russell 2000 или на технологические компании то если рынок индекс подпрыгнет где-нибудь на 2-3 процента возможно потихонечку начну сокращать леверидж окончательно уйду от левериджа на уровне 4000 и так далее ну а если дойдем до 400 и выше буду очень активно распродаваться с тем чтобы фиксировать прибыли потому что полагаю что июль вообще глобальный месяц неплохой а вот далее далее все весьма проблематичны и очень опасаюсь от вас августа традиционно ну и два слова по россии друзья но мы видим что министерство финансов не спит как говорится минфин сказал пацан сказал пацан сделал то есть они сказали чтобы вот выкупать они выкупают имеется ввиду юани или другие валюты и на кросс курсах фактически делают так что своими интервенциями способствуют некому ослаблению рубля надолго ли это но пока идут интервенции да как только интервенции сократятся вот тут вот большой большой вопрос будут думать еще очевидно что то плюс вошел в действие новый указ президента валютный советую ознакомиться там много чего интересного вот так что времена ждут веселые друзья я полагаю что рано или поздно птичкой зайчиком таска черепашка нас равно вгонят по рублю на уровень где-нибудь 69 75 к доллару так что я думаю что рубль еще где-то прогнется потому что поставлена такая задача на этот механизм значит это будет сделано иначе большие проблемы для доходной части бюджета но еще два слова для тех кому интересно что делать если вовремя не купил не доллары не юани хотя мы советовали если не можете держать долларовые депозиты переходите в юани переходить европе все равно заработаете в частности мой депозит юра юанях я перевел часть денег из долларов сделал порядка 20 процентов вверх поди плохо так вот господа есть такая замечательная штука называется акции экспортеров раньше мы говорили дивидендные компании но после фортеля газпрома конечно назвать все эти бумаги дивидендными но как-то язык не поворачивается однако там есть и норильский никель там есть и рост нефть там есть и фосагра и тот же газпром вчера на ход войне я говорил и позавчера о том что в общем то наверное можно покупать акции таких экспортеров и фактически покупать для себя курс доллара который был несколько ранее вот газпром за это время сделал примерно процентов 5-6 я думаю что акции экспортеров если доллар будет усиливаться потихонечку будут расти ну наверное это вариант каким-то образом отыграть потери спасибо друзья это рискованно сразу предупреждаю все что мы говорим об акциях всегда их санбац но тем не менее это некий вариант счастливо